Чтобы добавить подписчиков, тебе надо и грудь побрить. Я снял кофту, потому что жарко. Привет, с вами Сергей. Сегодня мы наконец-то собрали еще раз силовую станцию от Пинтера Атлетики, называется она Максима. И хочу немножко поговорить об этой модели, потому что модель одна из самых популярных. И, в принципе, по своему функционалу она заменяет практически весь тренажерный комплекс, который вы можете сделать в зале. Силовая станция выполнена из металла. Вот эти боковые элементы из металла 2 мм толщиной. Вот эти тоже. А вот основы, вот здесь вот эти лапы, скрепления, вот эти проушины. Тверки есть и 6 мм толщина вот здесь, в основных элементах несущей конструкции. Еще и довольно прочно, надежно. Рассчитана она, если не ошибаюсь, на вес 150 кг пользователя. Сама станция довольно массивная, имеет вес 270 кг, общий вес. Вес плит 90 кг на этой модели, с шагом по 5 кг. Он функционал она имеет. С этой стороны расположены турник и иск грация. Исп грация – это вот. Вы занимаетесь упражнением на косые, мощности пресса. Тверки можно подтягиваться двумя хватами, узкие. Другий хват. Кстати, обращаю внимание, что ручки выполнены из какого-то такого, ну типа резина, наверное, мягкая. Потому что она продавливается очень удобно, руки не скользят. Есть такие поперечные насечки. Очень хороший хват. Здесь показаны комплекс упражнений. Их всего тут 22, но, как же говорю, их гораздо больше можно сделать этой станции. С этой стороны находится брусья. Там я. Она же сейчас используется как и форм для спины. Когда вы качаете пресс и висе, вот, упираетесь в нее. И делаете подъем ног. Брусья. Эту же скамью можно использовать по прямому назначению. То есть качать пресс под разными углами. Вот здесь ставится. Садитесь лицом к скамье. Валики вот есть. И делаете тягу. за голову. Снял кофту, потому что жарко показывать упражнения все. Здесь помещение не сильно, высокая температура, но тем не менее жарко. Поэтому сейчас будем делать базовые упражнения, которые можно здесь использовать. Значит теперь упражнение. Аналог жиму штанги лежа. Все нормально. Амплитуда, кстати, хорошая. Если видите, у меня руки заходят аж. При жиме штанги и лежа я так не сделаю. Очень хорошая здесь. Здесь можно работать с членогрудной мышцей. Разводка. Можно сидя, можно это упражнение делать стоя. Ноги еще. Покажем, как работают ноги. Здесь, чтобы работать с ногами, убирать вверх. Ребята, хочу заметить, здесь вот на ноги сейчас мы делали, вес стоит 25 килограмм. Ну скажу вам, нагрузка чувствуется. Хотя, честно говоря, я в зале такие упражнения делаю, но занимаюсь со своим весом. Давайте сравним по нагрузке жим от себя. Леша, я делаю сто десять килограмм на пять раз. Интересно сравнение здесь. Какой это вес будет? Ставим 45 без плит. Будет оно соотноситься с тем весом элементом? Нет, однозначно меньше. Это где-то 85. 90 максимум. 85 где-то вот по весу. На две. А я ставил по максимуму 60. Сейчас, чтобы поверили тебе. Не смог. 60 стоит здесь сейчас. Вот это более-менее. Ну, килограмм, наверное, сто-сто. Килограмм в самый раз. Потом есть ручка динарная, которая вешается сюда. Круче, я вам скажу, отель весь лежать в стоях. У меня ассоциация килограмм, наверное, килограмм 15-18. Это при том, что здесь, ну, до вес 15. В общем, получается, на все упражнения мне хватает. Прицепс, 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 тяга, ноги. Как я говорил, да, примерно вес. Разводка хватает. За глаза. Еще раз сейчас поставлю. 55 вес по длину. Сейчас. Вот разводка. Как будто гантелями делаю килограмм 20. А вот жим. Такие ощущения. Ну, килограмм 80. Примерно. Это при том, что вес плит здесь 55 сейчас. Вот поставил 65. Смотрим. Примерно в нажатии на полтора. Опять же, там как-то вот интересно с весом. То есть, когда большой вес, оно чувствуется, да. Когда вес маленький, несмотря на клубу мышц. Немножко. В общем, я вам скажу. Так. На нажим, в принципе, мне хватает. Разводка. Сейчас 65. Максимальный вес. Ну, не нормально, но, опять же, это... Я в зале не занимаюсь регулярно. Я занимаюсь, в основном, на турниках. То есть, этого веса с головой. Но все остальные упражнения хватает. Ноги, бицепс, трицепс, тяги. За спину хватает веса. Единственное, чуть маловато для разводки. Если вы регулярно занимаетесь в зале, вам будет немножко не хватать. Но, опять же, если на массу работаете, да. Если на рельеф, пожалуйста, ставьте и делайте больше повторов. То же самое, жим. Ну, хотелось бы немножко больше. Но, в принципе, пойдет. Степпер. Ну, мы вам показывали степпер, да? Нет. Степпер. Шагаем. Причем, что интересно, здесь амортизаторы имеют при углевывку нагрузки. В общем, рассчитываем на разный вес. Теперь, к примеру, ставим 10. И здесь 10. Посмотрим. Вот, гораздо медленнее уже отрабатывает. Не обращайте внимания, у нас одна стойка не затянута. Степпер. Степпер. По степперу тоже нагрузки хватит под любой вес. В принципе, по всему функционалу мы прошлись. Довольно много упражнений можно сделать. Грудные, плечи, бицепс, трицепс, ноги, пресс можно делать. Отжимания, турник. Очень много упражнений можно сделать на этом комплексе. По качеству мне он нравится. По металлу. Толщина металла хорошая. Есть китайские просто аналоги у нас. Мы собирали. Вот. И там толщина металла гораздо меньше. И чувствуется по весу он меньше. И такой жидковатый. Этот по качеству, конечно, гораздо лучше. Ребята, кому интересно, заходите на наш сайт. muskull.shop Все ссылки будут в конце под видео. Можете заказывать тренажеры. У нас актуальные цены, наличие. Если был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Инстаграм. Да пребудет с вами сила. Всем пока. 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 Пока.